Шалом! Итак, мы уже стоим в молитве, сделали три шага назад, три шага вперед. С чем начинается молитва? Как правильно начать? Мы говорим посук. Так мы начинаем. Смысл, как бы Ашем, Ластелин, устамый раскрой. Я вознесу хвалу тебе. Начнем разбираться. В карте все просто, но не так все и просто. Во-первых, это единственное место во всей молитве. Я смотрю в бок, тут просто экраны, извиняюсь, я так смотрю в бок, тут экраны, я вижу текст. Это единственное место в молитве, когда вот написано вот так вот, как бы здесь, видите, экран. Давайте покажем зрителям экран, этот посук. Видите? Алиф Далет, Холам Хасер Лимала, Нун Юд. Написано имя Творца, это имя Аднут. То есть не написано Юдки, Вавки или Элюкин. Написано прямо вот буквами Адуйной, Сватай Тифтаху Фия Гитты Латы. Да? Это большая редкость, это большая редкость. Но именно так написали для нас в молитве. Почему? Ну, во-первых, это имя Аднут, Адон. Значит Адон. У Творца есть разные имена. И в молитве каждый раз употребляют разные имена. У каждого имени есть свои силы и свои свойства. Это всего лишь имена. Самого Ашема мы не можем понять и достичь. Мы только пользуемся его именами. Как Ашем раскрывается в этом мире. В Одессе написано имя Ашема Адон. Адон – это такое имя, которое способно реальность изменять. То есть Шем Гавая, Ютки Вавки, эта реальность создает. Гавая. Ове. Все, что существует, создает реальность. Гавая. Адон, он властвует на этой реальности и может ее изменить. Ну, это как бы понятно, да? Тот, кто создал, тот может изменить. Тут как бы ничего такого нету нового и интересного в теории. На практике был лишь один человек, который, да, изменил реальность благодаря этому имени. Это был Авраам Авину. Авраам Авину, как известно, он был первым, кто узнал Ашема, постиг его, был готовым на него работать, молился, благодарил, велел проход. И весь мир смотрел на него, извините, как на идиота. Ну, как можно молиться кому-то, кого вообще не видно? Да, люди этого не понимали. На самом деле, мы тут скажем в скобках, что любой другой вид служения, идолоплоклонства, оно заключается в том, что люди молятся на самом деле не на кого-то, они хотят, чтобы на них молились. Я объясню. Допустим, стоит какая-то статуэтка. Ну, еб там приносит еду, да, и так далее, как бы поклоняются. Но на самом деле, люди хотят, чтобы эта статуэтка на них работала. Они не всерьез работают на эту статуэтку. Для них, как бы, он на самом деле их обслуживает, на самом деле, в глубине. А в иудаизме все конкретно по-другому. Мы хотим, чтобы Бог нам помогал. Но мы работаем на него. И это невозможно изменить и перевернуть. И это понятно. Тот в Ашем, тот он властелин. А мне какая-то статуэтка. Мы не можем заставить его работать на себя. Я примерно так объясню. Короче, Авраама Вину, он-то понял. И он работал на Ашема. И он казался очень странным. В такой степени он всем надоел, что в конце концов его решают кинуть в огонь, чтобы этот Авраам уже сгорел. Но Авраама Вину не сдается. И он идет до конца. Он понимает, что тот Ашем, который его охраняет, которому он служит, он его спасет. И он идет на это в огонь и не сгорает. И вот тут появляется имя Аднут. Адон. Адон, который он изменил как бы реальность. И Авраам Вину, он не сгорел. Это на самом деле было изменение в реальности. Не то, что он намазал себя каким-то таким не сгорающим маслом и уцелел фокус-фокус. Нет. На самом деле, Авшем сделал так, чтобы он не сгорел. Это имя Адон. Это как-то для начала. Поэтому начинаем именно с этого. Давайте сразу скажем вторую вещь. Это слово, эти буквы по гематрии, они равны слову Эйхаль. Давайте посмотрим опять-таки на заставку, на картинку, на иллюстрацию. После этого мы увидим по гематрии Аливдалет Нун Ют равно Эйхаль. Математика очень простая. Нун – это 50. Кафламет – это тоже 50. Ют Ют – это общая буква. Равны. И Аливдалет в сумме составляет гэй. 1 на 4 получается 5. Получается равно слово Эйхаль. Эйхаль – это как бы зал. Эйхаль. То есть мы сейчас с вами входим в зал. Мы стоим как бы перед дворцом. И входим во дворец. И в первый зал мы сейчас входим сюда. И мы начинаем нашу молитву. И тут как-будто есть много-много разных таких кнопочек. Мы можем много-много нажимать. И можем произвести разных действий. Но для начала мы вошли во дворец к большому-большому царю. И мы хотим начать с ним общаться. Само собой, когда встречается с важной персоной, он себя готовит. Может быть галстук. Может быть рубашку погладить. Чтобы костюмчик был не грязный. То есть нужно себя подготовить. Встреча с важным человеком. Подумать, что сказать. Где улыбнуться. И так далее. И само собой, при встрече с царем царей надо себя подготовить. И задать, как правильно, что говорить. Как это значит, что говорить. Как это значит, что говорить. Если мы не знаем, что мы делаем. Мы открываем Тору. И учим оттуда, как себя вести. Сейчас мы до этого дойдем. Но пока я хочу вернуться к нашему послуку. Если мы не знаем, что говорить, то мы попросим у самого царя, чтобы он нам помог. То есть мы хотим, чтобы был контакт. Но как себя вести, мы не знаем. Мы просим просьбу. Царь, помоги нам. Дай нам какую-то инструкцию. Как тебе нужно заходить во дворец. Как и говорить, на каком вообще языке общаться. И мы поэтому попросим. Ашим сфататифтах. Еще раз по-русски перевод. Владыка, уста мои открой. И рот мой произнесет хвалу тебе. Дело в том, что этот момент очень трепетный и волнующий. Молитва. И очень может быть, что если человек на самом деле это ощущает, ему трудно говорить. Человек может заикаться в ситуации, когда он боится. Поэтому мы говорим о чем сфататифтах, чтобы я свободно и красиво перед тобой стоял и разговаривал. И рот мой произнесет хвалу тебе. Это наша просьба. То есть мы подразумеваем, что у нас внутри есть желание сказать хорошие вещи, молиться. Но мы опасаемся, что мы не сможем правильно это сделать. Намерения хорошие, но получится что-то не то. И такое часто бывает, что мы говорим что-то не то и не в том месте. Такое часто бывает. Мы думаем, что то, что мы думаем, то и мы говорим. Есть такой момент. Нам так кажется, что мы сначала думаем, то мы говорим. На самом деле это не так. Это не так. Все наоборот. То, что мы говорим, то мы и думаем. Это кажется странным, но так это и есть. Вот то, что мы скажем, так это на нас и повлияет. То, что мы круто это и думаем. Сейчас уже всем известно, это система NLP и все виды разного коучинга. На чем там все основано? Все основано на том, что то, что я говорю, это влияет на мое подсознание и влияет на то, как я буду себя вести. Если человек говорит себе, что, ой, я вру старый и больной, то он будет старым и больным. А если больной говорит тебе себе, что я выздоровелю и я иду на поправку, то он выздоровеет и он поправится. То есть наш разговор, он влияет очень сильно на нас. И так в разных областях. Чуть пошел на новую работу, он говорит себе, я буду успешным работником, я буду продвигаться все выше и выше. Так это и произойдет. Если он скажет себе, я немножко поработаю, потом меня, конечно, тут уволят, так это и произойдет. И так и так в любой, в любой, в любой области. Вы видите, что на самом деле наш разговор, это то, что определяет нашу реальность. А не то, что мы думаем, что там, а это то, что мы говорим. Работает не совсем так. И, может быть, поэтому нам так трудно иногда говорить хорошие, приятные и добрые вещи. Почему так и трудно? Что-то трудно ребенку подойти к маме и сказать, мамочка, ты такая хорошая, так тебя люблю, ты самая любимая на свете. И то же самое, что бы сказал муж жене, жена мужу. Это очень редко происходит. Почему это так? Потому что это трудно. И нужно попросить, чтобы Ашем схватать тифтах. Это просьба, чтобы Ашем, открой мои уста, чтобы я сказал какие-то правильные, хорошие вещи. Если мы этого не просим, то рот просто не открывается. Факт, так это и работает. И поэтому постановлены мудрецами, что перед молитвой, первым делом, мы говорим, этот послуг и стрелим. Ашем схватай тифтах. Владыка, уста мои открой. Сватай тифтах. Давайте немножко пройдемся по словам, чтобы понять точно, как работают слова. Давайте посмотрим еще на послуг. Сначала это имя Ашема. Ашем. Потом сэфатай. Сватай, это губы мои. Сватайм, это губы. Сватайм, это губы. Сватай, губы мои. Тифтах. Тифтах. Тех, кто ходил в Ульпан, слово должны наверняка знать. Открой. Тифтах. Открой. И вылите наклоение. И вторая часть. Фи. И. Фи. Рот мой. П. Пи. Там гэй в конце, поэтому когда мы укорачиваем гэй пропадает. Получается. Пи. Мой рот. Ягид. Гу. Рот мой. Он. Он ягид. Он скажет. Тейлим. 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 Хвалу тебе. Это вот такой общий. Перевод. Если мы посмотрим на картинку, то смотрите. Первые буквы. Первые буквы. Слов. Алев. Потом Шин. Потом Тах. Видите. Алев. Свата и Шин. Ну Синшин это одна и та же буква. Тифтах. Таф. Получается, что Эшет. 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 Так объясняется взор. Эшет. И потом написано. Тоже есть буквы Пей. Ют. Таф. Яфат. Это Эштефатор. Мы сейчас стоим в молитве перед Эшет. Тафатор. Дж. Тафатор. Эшет. это красивая шхина. Как мы стоим перед Шхиной. И иногда знаете Буху. Молдой парень может стесняться он стоит, перед Девушкой очень красивым. Он как бы чувствуется и неловко стесняться, да. Час такой может быть. Так вот у этого самого как бы не остался и неловко стесняться, да. Не менее чем он стоит, перед красивой девушкой, он стоит перед Шхиной. Шкена она очень очень красивая. Очень очень роскошная тот, кто понимает о чем идет речь опять-таки это намек в этом этом по сути с первым делом мы просим шунал открыли рот правильно потому что мы на самом деле не хозяева своего рта как выяснилось думаю что я готов я хочу это что получается да то что я хочу то я говорю то что получается сколько много мы говорим разные билиберды и дурацких разных шуток и и даже не да может над кем-то насмеяться и лошонара сословия и эти вещи циничные и так далее много-много-много врача говорит неправильно это очень важно за том что дети просить чтобы он правильно открывался и тут мы понимаем это трудно молиться люди трудно молиться да многие другие не доходят трудно молиться ведь это работали ли то без что эта работа сердца да и сердце но тут вот он должен участие он должен молиться если вдруг вроде открывается там наверх не получится для поэтому очень трудно тем более выходцем оттуда из галута российского трудно трудно молиться трудно молиться трудно открыть и рот искать любит сашему трудно говорить хорошие вещи да трудно поэтому только важная только сукам мы просьба Просьба, Ашем, помоги мне молиться, открою моего рождения, чтобы я смог наконец-то начать молиться, как нормальный еврей. Это вот вкратце, так сказать, на одной ноге, почему мы начинаем именно с этого пасука. Теперь вопрос немаловажный, просто мы уже решили, да, что мы молимся, и мы уже открываем наш рот, и мы уже молимся, вопрос возникает немаловажный. А о чем просить, а что молиться, да, ну, часть написана, а что еще попросить, мы сказали, что можно давать что-то от себя. Так, конечно, мы знаем, что для себя просить, да, допустим, я думаю, мне кажется, я знаю, что надо просить для себя, для своей семьи, и вообще знаю, что нужно для всего Израиля просить, для всего государства надо просить. Но не все люди такие самоуверенные или глупые. Допустим, моя праведная жена, она все время, когда молится, она все время как бы добавляет, а шем, если это угодно. Да, вот мы так вот хотим, так, нам кажется так, мы просим так, если тебе это угодно, пусть будет это так. И молитва моей супруги очень сильная, но все время она как бы ее ограничивает, да, если тебе угодно. И на самом деле, это то, что заложено в этом пастуке тоже, да, то есть мы просим, чтобы Ашем сказать и так, я буду тебя восхвалять, и пусть я буду просить то, что на самом деле подходит для твоего восхваления, а не вещи, которые будут нехороши не мне и впоследствии, и не тебе. Да, то есть опять-таки важно, чтобы молитва была угодна нам и Ашему, и вообще, общая картина, чтобы была гармоничная. Дальше мы переходим уже непосредственно к молитве, и это уже на следующий урок, подождем, на следующий урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова